Здесь на реке Ирпень находится шлюз. Он регулирует уровень воды в реке. Вот такой местный водопад. Посмотрите сколько машин. Людей как обычно, да? Вроде никакого карантина. Всем привет! Вы в настоящем моменте. Я Виталий Опыт, это Лада Опыт. Сегодня мы вышли на природу в Ирпене, к реке Ирпень. И за рекой есть лес, мы хотим пройти прогуляться. А вот это вот место, по идее, оно выглядит как пляж. Но купаться здесь летом, может и можно, но неприятно, потому что дно замулено сильно. Тут уровень воды все время, кто поднимается, кто опускается, из-за того, что шлюзом регулируют. Чаще всего здесь чуть ниже уровень воды. И поэтому здесь мелко и замулено. Здесь больше жабы купаются. Люди, смотри, шашлыки жарят. А вообще штраф за шашлыки сейчас, кстати, от 17 до 34 тысяч за шашлыки. То есть сейчас могут оштрафовать все, допустим. Ну да. Ну людей это не останавливает. Людей не останавливает, потому что нет полиции, никто за этим не следит. Давайте подойдем, посмотрим еще на местную достопримечательность. Это ДОТ Второй мировой войны. Огневая точка советских войск. Здесь был рубеж оборонительный. Получается, в той стороне Киев, куда мы сейчас смотрим, в лес. А сейчас Ирпень, он получается на западе. И вот с западной стороны надвигались немецкие войска. И здесь они должны были встретиться с сопротивлением советских войск. Это в 41 году. Такое монументальное сооружение из бетона и арматуры. Там есть нижний ярус подвальный какой-то. Я даже для вас залезу туда, зайду и посмотрю, что здесь. Стоит он уже в таком состоянии много лет. И я надеюсь, он не поломается сейчас и не грохнется мне на голову. Так, вот это вот бойницы, из которых стреляли. Смотрите, туда можно было все хорошо просматриваться. И вести огонь отсюда прицельно можно было. Ну и таких бойниц здесь несколько. Да, и там еще какой-то нижний этаж. Возможно, это был этаж, который использовался для хранения боеприпасов. Ну и, конечно, люди уже тут насрали немножко. То есть используют его по назначению. Вот, а дети любят сюда заходить наверх и скакать по крыше. Правда, интересно, да? А это была труба. Здесь, видимо, стояла буржуйка и топили печку. Надо было же чем-то греться. Ну, готовили и есть, наверное. Да, тут конкретно шашлыки жарят, да. Пойдем, пройдемся. Пойдем, посмотрим. Так, мы не сказали. Сегодня 29 марта 2020 года и воскресенье. Кроме того, что у людей сейчас сплошной выходной на карантине. Да, еще и воскресенье, да. Выходной, выходной. Да, сегодня выходной среди выходных. И еще и хорошая погода. Ну, собственно, смотрите, здесь на небольшом пятачке мы недалеко ушли от ДОТА. И здесь вот группа людей. Раз, там дальше вторая группа людей. Вот впереди большая группа людей. Сколько человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, шесть взрослых и еще два ребенка. Ну, видимо, это все родственники. А родственники между собой все равно всегда плотно общаются. Поэтому, ну, как бы... Ну, как-то заразиться тоже можно. Вообще, там карантин я бы, ну, как бы побоялась. Вот у нас день рождения сейчас у родственников. То есть они дома сидят, мы дома, мы не отмечаем. То есть после карантина уже как-то будем встречаться. Боимся. Тоже хотели на шашлыки, но перед ним не. Но вот люди не боятся. Ну, это говорит о том, что люди не настолько серьезно относятся к этому. Не боятся. Да, никто не видит смертей, никто не видит трупов. То есть соседи не умирают, в пороге не ездят. Ничего, вроде как тишина, но сделали карантин. Мы поверим только тогда, когда уже начнется... Вот сосед там умер, да, реально. Ты его видел, он забрал и умер. Там больницы будут переполнены. Мы тоже уже начнем задуматься. Пока. Ходи, здорово. Он мне нравится. Слук такой тоже красивый. Река. Там дальше наше любимое место. Мы там купаемся в этой реке. Чистая вода, кстати, очень. В лесу любят кататься велосипедисты и мотоциклисты. Ходить надо аккуратно. Да, надо аккуратно. Мотоциклистов хорошо слышно издалека. А вот велосипедисты могут быть из-под тишка. Как люди. Вот, видишь, ездят. Ну, молодцы, может быть. Сидеть тяжело. Рома, в такую погоду. Такая скорость. Ого-го-го. Видишь, турничок такой. Люди сюда прибегают, наверное, занимаются здесь зарядкой. Куда-куда? Куда-куда. Это что? Николай Искатель? Да? Ну да, это кладоискатель. Что здесь можно найти? По крайней мере, металлолом. Металлолом? А, кстати, здесь же все-таки шли боевые действия какие-то. Здесь можно найти много снарядов, может быть, оставшихся, не разорвавшихся. Да, люди не карантин. О, красавица какая-то. Я жалею, что мы никого не убили, не заряли. Мы не пошли праздновать тоже так. Сейчас три часа дня. И народ все прибывает к лесу. Люди выспались. Я думаю, сейчас у всех людей сместился немножко график. Люди поздно ложатся и не рано встают. Долго спят, потом смотрят на улицу. Думают, опа, сегодня хорошая погода. Давайте пройдемся в лес. И вот они вышли все. Смотрите. Вокруг Дота собралось уже немало людей. Палатки это от дождя или они собираются здесь ночевать? А сейчас мы идем в сторону набережной Ирпеня. Если будем идти дальше, мы придем туда, где красный железный мостик. В общем-то, это где-то километр отсюда. Не так и далеко. Вот увидел в лесу первую девушку, на которой маска. И то она просто болтается у нее на шее. Остальные все без масок. Ну и правильно. Мы здесь на большом расстоянии друг от друга. Ну, сейчас солнце. Во-первых, солнце вирус убивает, да? Да, конечно, по-любому. Свежий воздух. Ну, какой вирус? Сидеть вот там в четырех стенах. Ну, да. Маски, да, вот в этой во всей. Ну, вообще здоровье. В перчатках. Или, может, в костюме защитном. Да. И бояться, все время бояться, паниковать, быть в стрессе, в истерике. Это, мне кажется, не лучший вариант. Лучше выйти в лес, на солнышко походить. Гораздо будешь здоровее, иммунитет и все. Да, но мы пропагандируем забить на карантин. Мы просто хотим сказать, что... В супермаркете, в аптеке, в больнице. То есть в транспорте легко можно подхватить. Поэтому надо носить маски, перчатки и все. Обязательно. Но здесь сейчас правильно... У нас народ гибкий. Да, у нас народ вообще... Хороший народ. Понимают. Вот на улицах нету. Вчера мы ездили, никого нет. В супермаркете так никого нет. Но вот на природе люди понимают, что можно. Вот и расслабляются. То есть... Молодцы. Когда надо, мы сидим дома. Да. Да, посмотрите, сколько людей здесь ходит. Это люди идут с набережной. И идут гулять в лес. Из лесу мы идем уже из лесу. А навстречу нам идут люди, которые идут в лес. Идут и едут на велосипедах. Какой город вы едете. Да, в городе, наверное, меньше, чем здесь. Ну, сегодня первый день отличной погоды. Все соскучились за солнцем, за весной. Все, мы вышли к мостику через реку Ирпень. К пешеходному. За мостиком уже набережная. Посмотри, сейчас уровень реки поднялся. И река выглядит даже как бы полноводной. Да, шире. Смотри, как красиво. Ну, я думаю, это благодаря тому, что шлюз сейчас выше подняли. И уровень из-за этого воды тоже полнился здесь. Ну, сегодня здесь, как в обычный воскресный день, обычной весной, без всяких ограничений. Смотрите, сколько людей ходит. Ого, хорошо. Больше, чем в лесах. Ну, да. Как-то место затеивается. Рыгу ловят, детская площадка закрыта, замотана. Ну, это для того, чтобы дети руками не цапали. Правильно. Шезлонги. Ну, смотри, шашлыки за все вот... А, мангалы все закрыты, пленкой замотаны. Чтобы люди не жарили. Хотя, смотрите. Обычно здесь жарят, здесь вот за столиками. Но люди все равно едят, видишь. Мангалы замотали пленкой, чтобы люди не жарили шашлыки. Сейчас это запрещено. Коростоватый, заборомный. Да. Ну, а в остальном ничего не запрещено. Шашлыки жарят в лесу. И здесь просто гуляют. Людям нашим ничего не запретишь. Так, а вот причал. И здесь есть станция проката лодок, велосипедов. Классно, молодцы. Квадроциклы даже, по-моему, да? Ага. Вот отсюда они отчаливают. Можно плавать на Байдаровсках. Дом писателей здесь. Дом писателей наверху, вон там. Как-нибудь снимем. А это пляжик. В принципе, на реке Ирпень это единственный такой большой песчаный пляж. В этом регионе, в районе Ирпеня, здесь самый лучший песчаный пляж. Самый большой. Здесь насыпали песочко, я так думаю, да? Потому что там дальше нету таких песчаных пляжей. Там ил, ну, немножко такого. Трава. Не так комфортно. Здесь в основном все купаются. Местные. Те, которые близлежащие дома, все сюда входят. Ну, и теперь мы, если будем идти дальше так, то мы вернемся к шлюзу, там, где стоит наша машина. Да, обошли. Мы просто обошли. Вот под тем лесом. Погуляли по лесу, обошли сюда, по набережной. И возвращаемся сейчас к шлюзу. Ну, мы уже возвращаемся к своей машине. Мы просто хотели вам показать, какой прекрасный лес у нас здесь рядом с Ирпенем. И сейчас еще для тех, кто хочет послушать звуки леса, будет несколько минут просто пения птиц, шумов и тишины. Так что, не болейте, ничего не бойтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.